Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И на нашем канале вы найдёте много низкокалорийных рецептов, с помощью которых можно похудеть. Сегодня мне понадобится полстакана чистой сухой гречки. И я её измельчу на блендере. Вот такая она получилась. Сюда же добавляю 2 яйца. 1 четвёртую чайной ложки разрыхлителя. Солю. И добавляю тёплую воду. Всё перемешиваю. Получилась вот такая вот масса. И оставляем её постоять на 30 минут. Прошло полчаса. Добавляю 50 миллилитров кефира жирностью 1%. И всё перемешиваю. В сковороду добавляю 1 чайную ложку растительного масла. И хорошо смазываю дно и бортики. Одной чайной ложки масла хватит на всю выпечку. Нагрев небольшой смесь перемешиваем. И вот так вот выливаем на сковороду. У меня сковорода не очень большая, маленькая. Выпекаем по несколько минут с каждой стороны. Под закрытой крышкой. Прошло где-то минуты 4-5. Переворачиваем. Вот такой получился пышный блин. Не блинчик тоненький, а блин. Такой ноздрястый, пуховый, гречневый блин. С другой стороны выпекаем немножко поменьше. Минуты 3, наверное, я думаю, хватит. Также под закрытой крышкой. Ну вот, всё готово. Смотрите, какие классные. И выпекаем таким образом все блины. Блины или пышки гречневые. Кому как нравится. Я уже не удержалась и уже пробую. Они такие ноздрястые, такие прикольные. В общем, мне очень понравилось. Воздушные такие, какие-то невесомые. С обалденным вкусом. У меня получилось 4 гречневых пышки. Одну я уже съела. Осталось 3. Результат просто превзошёл все мои ожидания. Очень классные. И они, кстати, очень похожи на хлеб. То есть, вполне можно использовать вместо хлеба. Пищевая ценность таких гречневых пышек 157 килокалорий на 100 грамм. Можно со сметаной, можно с любым соусом. Можно вместо хлеба. В общем, назначение абсолютно универсальное. Можно, значит, замочить гречку на ночь. То есть, добавить воды с кефиром сразу. А утром уже добавить яйца, разрыхлитель и соль. И измельчить на блендере. Тоже таким образом можно. В общем, как удобнее. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...